В рубрике «Гость» я бы сказал не по поводу. Интересный человек с интересной историей. Четверть века важному решению. Так можно сказать о появлении в Архангельске спортивного объекта, который за 25 лет становился свидетелем больших побед. В первую очередь нашей северной бенди команды «Водник». Конечно, речь о стадионе «Труд», точнее о поле с искусственным льдом. Но, как выяснил ПС-Информ, 25 лет назад решение о его строительстве могло не состояться, не случиться. Об этом председатель спорткомитета Архангельской области в 1985-1994 годах Лев Тюкин. Лев Григорьевич, я рад вас приветствовать. Скажите, чем тогда, в 1991 году, была вызвана необходимость создания поля с искусственным льдом? Вроде площадки для тренировки в городе были? В городе было залито 20 больших полей для хоккея с мячом. Для сравнения, сегодня два. Так, всего лишь. К сожалению. Да. Команда «Водник» поднималась. Выходило уже на четвертое место, выше не получалось. И одна из проблем – это позднее начало сезона, тренировочного сезона, и отсутствие хорошего поля. И вот в начале 1991 года, это 25 лет назад, по инициативе председателя Федерации хоккея с мячом Союза, Вячеслав Евгеньевич Соловьева, он пришел к войне от Балачина со мной вместе, и стали говорить о развитии хоккея с мячом Архангельске. И появилось предложение построить искусственный лед с привлечением шведских специалистов. И 30 января 1991 года было подписано распоряжение, Балачин подписал о начале строительства в нашем городе искусственного льда. Я правильно понимаю, что нынешние ледовые битвы на труде, они могли происходить вовсе в другом месте, на «Динамо»? Была такая идея. «Динамо» был больше, можно было более длинный каток сделать. Наш каток сегодня 145 метров длиной, а на «Динамо» можно было сделать 200. Тогда мы могли бы иметь 4-х шеплендровую конькобежную дорожку. На нашем стадионе, на труде, 333 метра. Но «Динамо» это ведомственный стадион, «Динамо» сказал нет. А команда водник была профсоюзная. И город, область вместе с профсоюзом приняли решение. Отдадим стадион под хоккейским мячом окончательно. Я не ошибусь, если скажу, что на энтузиазме и энтузиастах держалось строительство искусственного поля с искусственным льдом. Вот Павел Николаевич Балакшин. Пойдет такое решение в 1991 году, когда доллар в начале года стоил 90 копеек, а в конце года где-то 6 рублей. Как в принципе сейчас, только как-то наоборот. Нет, почему? Как раз так. 90 копеек 6 рублей. Но принять такое решение, это надо было воля. Политическая воля. И второе. Пошли к проектировщикам, к строителям и сказали, вот проектировать мы будем полтора года. А потом строить еще. И тогда, вот сегодня была программа вся посвящена малому бизнесу, тогда мы тоже пошли по пути бизнеса малого. Кооператив, до 1991 года создавались кооперативы, кооператив «Полет» сказал, я спроектирую и построю. И начали. Уже в мае поле было убрано, большие земляные работы и так далее, и так далее. То есть практически строили с карандаша. Сначала обратились к шведам, но так или иначе своими силами наши... Мы так и нам поставили. Оборудование, полный комплект оборудования поставили шведы. А все земляные работы, вся подготовка... Вы представьте себе, вот это все поле, на нем, под ним, подо льдом, вот такая змейка, как на холодильнике. И эти трубы положены, и надо засыпать их землей. Ну, не землей, а специальным, так сказать, отсевом. По трубам ходить нельзя, ездить нельзя. И значит, на носилках эти 200, эти 100 на 60 метров надо было заносить все. Поэтому энтузиазм был огромный. 200 человек иногда работали одновременно на стадионе. Я слышал, что лед, который, да, сегодня на стадионе унитуры, он, как представляет собой форму такого слоеного пирога, то есть несколько слоев. А как, что это за слои, которых мы не видим? Щебенка, мелкий отсев, потом вот нетканный материал, потом трубы пластиковые. И, между другим, засыпано тоже, опять-таки, типа шунгизита, таким, так сказать, такой фракции. И сверху еще раз, покажу, тонким слоем 5 сантиметров, это вот отсев. И дальше уже наливается вода, набрызгивается, промерзает этот грунт и начинает мерзнуть лед. Ну, то есть, вот как 25 лет назад все основательно было сделано, так оно сегодня в этом формате. У нас единственная нехватка, ну и проблема, это с машинным отделением, которое приходится иногда менять компрессоры. А все остальное сделано так, как оно сделано. Это был первый лед искусственный для хоккея с мячом. В стране ни одного искусственного леда, хоккейного поля для искусственных ледов, вообще не было. Был искусственный лед на Медео, в Казахстане, но там больше не кобежцы. Был олимпийский, где, как правило, концерты. И вот первый лед появился в Архангельске. За ним появился в Красноярске, в Стывкаре. А сегодня мы уже должны мечтать о следующем. Творец спорта для хоккея с мячом. В Хабаровске есть, в Ульяновске есть, в Кемерово есть, в Красноярске будет. А мы пока еще думаем только об этом. Будем надеяться, что все случится обязательно. А вот на стадион труд, который существует у нас ныне, вы приходите наверняка часто. Что чувствуете, когда приходите туда? О чем думаете? Я, во-первых, при мне команда «Водник» из первой лиги вышла в высшую и стала чемпионом страны. Чемпионом «Авлайн Кук» и так далее, и так далее. Потом ее, к сожалению, загубили. А сейчас я чувствую, что появляется новое поколение, растет. И я чувствую, что здесь, в этом сиюне, 25 лет назад, есть и мой вклад. Это тоже меня наполняет чувством гордости. Я не случайно эту информацию вам и дал. Потому что в эти дни 25 лет, как началось это все. А 15 октября нынешнего года мы можем отметить еще раз 25 лет открытия уже официального, когда кубковые игры состоялись на этом искусственном льду. И началось это, как вы уже правильно сказали, тоже в сложных условиях, но свершилось. В 91-м году, в конце года, последние нам платежи помог провести Спорткомитет Союза. Николай Иванович Русак мне потом говорил, я последний миллион, который у меня оставался, в Советский Союзе кончился, в Спорткомитете Союза тоже кончился. Я отдал тебе демократившихся долгов. Причем даром таким образом. С миру понятки мы построили этот стадион. Лев Григорьевич, спасибо большое за беседу и за удивительно интересную историю. Лично я и, думаю, многие телезрители не знали всех подробностей, деталей появления у нас поля с искусственным льдом. Но теперь, приходя на стадион труд, мы будем понимать, каким трудом даются большие события в нашей жизни. И все можно вершить. Кризис это или не кризис. И в газетах того времени и по телевидению того времени показывали, как строился этот стадион. Но прошло 25 лет. До встречи на стадионе труд. Спасибо вам большое.